Ренегейтс против Фьюрия и Спортс, ну или Фурия и Спортс, как вот вам удобно, а то ребята в чате говорили, то я Фьюрия, то Фурия, а вроде правильно, на самом деле Фурия, потому что была отсылка к такому-то существу, фантастическому, скажем так, Винни падает, пистолетка, да, на карте Данюк, ЖКМ, здесь Винни сбривает, Данюк между командами Ренегейтс и Фьюрия Спортс, как вы видите, действительно, Лиас еще забирает арта, что-то как-то Фурия, уже второй Нюк за сегодня, да? Не алло, пока что Да, пока что Данюк для них вкладывается сегодня не лучшим образом, опять же, всем привет, добрый вечер, но мы с вами смотрим первую карту, Best of 3 нижней сетки, заключительного сегодняшнего игрового дня на этом канале, по крайней мере Поэтому должно быть, как минимум, интересно все это событие нам с вами, потому что пока что Навин не получается немножечко, у команд некоторых тоже не получается, например, MVP ПК Ну вот у Ксерата получается нанести хэдшотом, на дэмэдж Шазер Гридс Фэкшн дают также фраг у Ксерата и Эбл Джея, но и остается последний, выживший, но недолгоживший Юрий, ну вот, насчет бомбы, хватает ли, да? Там были дефискаты, все, в принципе, складывается для ребят из Ренегейтс хорошо По фрагам посмотри, у команды Ренегейтс после пистолетки Тим Эйс, да, Тим Эйс, по-братски поделили все фраги на команду, ну и, соответственно, пока смотрится все довольно перспективно для ребят Ренегейтс сегодня проиграли свой матч против команды Фэйс Клан, они даже вели по счету в какой-то момент, был счет 3-8-2, на первой половине они за атаку хорошо вели, а потом как-то все это свелось к 8-7, ну и ФС их, соответственно, перетерли в порошок На второй половине хотя бы был близкий матч, но довольно обидный получился в итоге Теперь же Фурия Еспортс Нас забирает себе форс, точнее, берет себе форс раунд Мы видим 2 сгшки вновь, но ничего удивительного, опять же, проходные вещи, которые мы уже не раз от бразильцев видели вообще В матчах, ну и вот теперь будет попытка у Фурии доказать, что до нюк у них все-таки карта номер 1 И оверпасс тот же самый Да, хотя в последнее время, конечно, форма у них вызывает вопросы Вопросы, да, согласен с тобой Ну давай форсец посмотреть Вот, а вы, дорогие зрители, не забывайте, что с приматчем играют они, а выигрываете вы И, соответственно, самые сочные кэфы именно в приматче А в данном случае у нас Ренегейтс Фавориты 1.76 и фурийцы, соответственно Андердоги 2.00 То есть 2 единички ровно получается, но кэфы близкие, пожалуй, я бы сказал Гратис арта сбривает, ну то есть 1.76 и 2, это прям вот почти-почти То есть, допустим, мы рассчитываем на 3 карты, даже можно так сказать Но вот будет и 3 карты Посмотрим, потому что, еще раз, да, до нюк и вообще до нюк и вообще карты от фурии И вообще игра фурии в последнее вот энное время не только на этом турнире А можно даже проследить полторы недели последние Это что-то вопросительные вопросы, реально Две, два Крига, два Дигла осталось Уже один Дигл Ну, Винни, все-таки, со своим Криком пожикаем Работает Винни молодец Азер, правда, Винни сбрил Такие Юра и Ксерата остаются Юра последний против троих играет А вот сложная история, да? А ведь это форс А, и времени нет, ну ясно, понятно Ну, вообще со всех сторон, вообще клещи просто Да просто постелить уже на сквозь человек Вы же со всех трех сторон к нему подошли Если со всех трех сторон его не видно Это означает, что он где-то в смоку Ну ладно, Ренегейтс, ну как бы Окей, Ренегейтс играли прям супер сейфово Из-за этого потеряли одного своего товарища Ну, бывает Ну и такое случается Да, три девайса все-таки отъехали Бомбу фурия не поставили Но хотя бы какую-то минималочку Они смогли для себя все-таки вынести Для Ренегейтс Карта Денюк это далеко не лучший вариант вообще В них там три нюка за последнее время Только один из них выигран, точнее Один из трех всего лишь И, разумеется, мы можем где-то лучше предположить Что где-то математически Фурия, конечно, должна быть на этом Денюке сильнее Притом гораздо сильнее Потому что там более 20 карт сыграно И много игр Но вот форма Как мы уже с Женей говорили Оставляет вопросы По многим параметрам И по стрельбе где-то моментами И, как мы помним с тобой На Эбл Джей Отсутственно на карте Дюрия, отсутственно на карте По каким-то причинам, я не знаю У них по фрагам было все очень плохо Посмотрим, как будет сейчас Но вот Боб поставили Убили одного По-прежнему держат напряжение Экономик команды Ренегейтс А там ДжКС будет закупаться на все Вероятнее всего Но у тиммейтов денег Останется там по 3000 примерно Около таких вещей Поэтому Где-то еще имеется шанс Для того, чтобы все реализовать Но опять же в свою пользу Команда Ренегейтс На пике оппонента выбрала КТ-сторону Сильную сторону Карты Денюк Ну Вроде очевидно Вроде Ну, понятно Очевидно-неочевидно Там неважный вопрос Неважное слово Вообще здесь Понятно, да Понятно, почему Чтобы отбить Как можно больше раундов На сильной половине На чужой карте Команда Фьюрия Бай почти на все деньги Вот у них начинают копиться Какие-то деньги Из-за проигрышей подряд 1600 Вот еще у Юрки Ксерата Юрка Да, соответственно Азер получает ПХП Но пока не погибает И даже не близко И причем, если ему Подсохранить ХП И подсейвить Ну, Азер агрессивно Очень играет, конечно Но все равно Да Пытается и агрессивно играть И одновременно Аккуратно играть Агрессивно Более того Пока Фурицев На выходе закрывают На всех выходах Если честно Закрывают Как я вижу То есть Квик закрыт И, как я понимаю Еще и рампа там Под прикрытой ДжКС И улица Лиаза Попытки прострела Опять же Через Курятни Командой Фурия У нас в прошлом матче От Курии Были такие моменты Где они Простреливали Очень бодро Своих оппонентов Выход Пока что получается ДжКМ наносит Дэмэджа Поксерата Но три ответных минуса Только Гратифэкшн Дает сейчас минус По оппонентам Также Лиаз встречает Юрия Это 2 в 2 Бомба неудобно Лежит сейчас на синем Игрок на девятке И в мейне сейчас Против Фурия Но, по-моему Бомбу не заметили Игроки команды Ренегейтс Поэтому Да и Молтов Летает Не особо приятно Под него как-то Вылетать не очень здорово Наверное сейчас Но тут смог Еще более неприятный Еще более неприятный Граната Для команды Ренегейтс Оба это через мейн Но вот не знаю Они потеряют кучу времени Дефюскиты Фиг его знает Вообще Есть ли Вообще должны Но вопрос Где они упали Смог Начисляется Команды Ренегейтс Ну и Фурия Будут сейчас Готовы принимать Это действие Один за Ложной вентиляцией И один игрок Будет Через двери Кроссфайер Более того Да У Ренегейтс Совсем Совсем Неудобные тайминги Ну смотри Как они их ждут Ну один принимает Ляс Один в один Остается Перестаревает оппонента А Нет до фюскитов Да И фюскиты Нет фюскиты Он нашел 4-3 Успевает Да Да-да-да-да Успевает Да Жесть 4-0 Обалдеть Вот это да Обильные красавчики Просто А как вообще Не В смысле Понятно Как мы видели Как Но Другой Есть вопрос Как Вот разных На разных уровнях Абстракции Короче Как они это отдали И Вот есть вопрос Типа А как так получилось То есть Винни Типа И товарищ Стояли в идеальном Кроссфайере Под выход с мейна С двух сторон То есть Вы стоите под одну позицию С двух разных сторон Чтобы вас убить Надо крутиться на 180 градусов В разные стороны Короче То есть Вопрос Как Вот Получилось это проиграть Есть Выходы Из этого положения Как можно проиграть Раунд Практически Поэтому Выигрышный Самый Санкт-Пет Но Отмудрились Фурия Именно таким образом Кстати От и Винни И Арт Дают по минусу Это уже Три безответных фрага Пытается Лиас Выйти Убить снайпера команды Фурия Спортс Получается Не очень Дамаж обносит Конечно Нужно найти сейв Потому что Денег команды Лиас Не так Чтобы много Там может дать Дроп Лиас Азер Где-то Может купить себе Фамас Как и ДжКС В принципе Ну и какой-то Такой еще Полубай Организовать Для себя И попробовать Также повоевать Еще и в раунде Под номером 6 Но Смотрится Конечно Это Очень Невнятно Само по себе Хороший выход От Фурии Просто вышли Пощелкали по лицам И все На этом Все вопросы К Фурии Закончили Ну и здесь Прошлись Да Ребята Ну мы видели Да Под флешки Очень резко Прям очень серьезно И очень быстро Тем самым временем Если у меня Не запаздывает Скорбот Все-таки Ликвидовые Выигрывают Команду Нави На первой карте Со счетом 22.19 Да Получается Ну там Нави Были У них Были Четыре Маппоинты Они Не смогли Их Реализовать Потом Мы В атаке У них Тоже Были Моменты Они Взяли Два Раунда В первой Половине И потом Вот С учетом У них За Дефенс Как-то Не пошло Они Воролись Короче Они Дважды Упустили На Шанс И не смогли Все Законтрить Закончить И Ну вот Так Она Случается Это Команды Ликвид С ними Поделать А дальше Увербад Строжевский Ну как-то Понимаешь Ликвид Это Карта Топовая Сама По себе Поэтому Героятно Все Ну да Но вот Смотри Фьюри Тут Три на Три Хотя Все-таки Пала Смертью Храбах Разер Винни Читая Да Джекес Джекес Сочетает Ляс Последний 1-3 Попробует Ляс Сыграть Возможно Его позиция Известна Ляс Все-таки Видимо Должен Кого-то Забрать А нет Фейбл Джей Забирает Его Второй Раунд За командой Фьюри И Что там Происходит Господи Черные Кисточки Болеют за Черных Кисточек Я понял Отличная Вообще История Пойду Фаната Успокою Давай Миска Молока Набирать Не Всего Вот Первая Пауза На этой Карте Фурия Берет Для себя Таймаут Пока Что Первый Но Далеко Не Единственный По Своей Сути Поэтому Будем Ождать Чего-то Очень Интригующего От Фурицев Поскольку Они Уже Нам Дали Какое-то Пищу Для Размышления Уже Берут Два Подряд И И И Дальше Продолжить Эту серию По Раундам Опять же Атака Для них Это Вариант Работоспособный Сам по себе Вот По-моему Против Энерджени Не так Много Взяли Раундов Атаки То ли Три То ли Четыре Это Очень Такое Смешное Но Сейчас Уже Есть Двоечка Это Хорошо Если Забирается Девайс На раунд То Еще Лучше И Опять же Учитывая Тут Фактор Того Что Это Не Карта Команд Ренегейт И Они Далеки От Того Чтобы Считать Своей Карты И Карту Данюк То У Фури Есть Шансы Чтобы Просто На Скиллен На Работах На Багать Ренегейт И Может Быть Даже С кем То Более Менее Весом Счетом Вот Остается Только Наблюдать Ну Давай Посмотрим Пока Четыре Два Ну То есть Два Турри Это Пока Неплохо И На Первой Половине У них Все Еще Есть Количество Раундов Чтобы В этом Общем Количестве Раундов Че-то Взять Три Крига Один Коллаж И Еще АВП То есть Четыре Скопнутых Девайса В атаке Фури Как Обычно Исповедует То Что Они Любят На Данюке Делать В атаке Пытаясь Подсаживать На Это Весь Компетитив Мир Контер Страйка Видимо Четыре Амки Плюс АВП От команды Ренегейтс Одни Только Лишь Дефьюз Киты На Команду Улиаза И Нету Гранат Соответственно Ну В смысле Нету Гранат Это В плане Мало Гранат В итоге У команды Ренегейтс То есть Позиционная Война Плюс Стрельба Важная История От Гратиса Стрельба А теперь И позиционная Война На Рампе Так что Гратиса Видимо Так просто Пройти Нельзя Давайте Делать Что то еще Что то еще Это выход Пока что На А там ЖКМ ЖКМ Принимает Арт отвечает ПЗР Ксерата Падает От ЖКМ Будка Соответственно Работает Арт Последний И в итоге Арт Да с бомбой Да Гратисфэкшн Убивает Да Может тут Что то Помансить Как бы Побежать На Бену Как бы Обмануть И как бы Вернуться На С шифтом Допустим Но ЖКМ Во первых А закрывает Раз И Арт Убивая Одного Так Эгэ И сейчас Я как Ворвусь Поставлю бом Оказывается Тут просто Три челика Были Поэтому 5-2 Но Зато Деньги Есть у Команды Фьюри Спорт Все еще Ну да На один раунд Им хватает Чтобы закупиться И при том Что Вот Содействие Арта Который Дал Два Минуса В окончании Тут У нас Рингейт По прежнему Закупается В ноль То есть Какая Какая Была От Фури Типа Возлетели Трек Кубили Все Сель Для Команды Рингейт Нет Я про Другое Говорю Поэтому Какие-то Еще Мысли Варианты По этому поводу Должны Сохраняться Команды Фури Они Должны Понимать И Рассчитывать Вражескую Экономику Пока Что Просто Дефолтный Корридор Смаков На улице Ну и Соответственно Забегает Под Базу И Быстро Легко Начинает Движение Вот ГКС Будет Неприятным Другом Хотя ГКС Дает Два Минуса Неплохо Дальше Нужно Хотя бы Какой-то Размен Прилетает Юрий В спину Дает Хотя бы Один Минус Но Дальше Раскидка Которую Должна Поставить Бринни Гейтс Пока Что Небольшой Тупик Но Фури В этом Должна Поставить Бум Юрий Фактически Ну Надо Пакет Подбирать Да Пакет Лежит Пока Что Эйбл Джей Ксерата Ждут Смотри Смотрю Ксерата Вообще На улице Через Мейн Будет Заходить За спину Нужно Хотя бы Один Два Минуса Желательно Вообще Без Размена Ксерата Вот Идет Смотрит А То же самое Время Юрка Пока Что Под Б Эйбл Джей В туннелек Между Юрий Все Берет Бомбу Ставит Бомбу Сирата Идет Помогать Эйбл Джей Тоже Рядом В итоге Они Вдвоем Через Раковину Нормально Все Они Все На Б И Вот Она Попытка Ритейка 4 3 Есть Гранаты Соответствующие Команды Ренегейтс То есть Соответствующие Гранаты Это Большей Степени Флешки Конечно Флешируется Плэнд Под шумок Пытается Забегать Получается Забегать Так Просто Раковина Справляется Иппонент У меня это не справляется Играет С Товся Отлетает Играет С последнего В итоге И вообще По факту С учетом Того Что нет Ни Времени Ничего Возьми АВП Обратно И как говорится Беги Только теперь Кто тебе Дозрит Это АВП Стреляет Оппонента И знает Что в аквариуме Находится Второй Потому что От него Получил В итоге АВП Сохранить Не удастся АВП К нему В руки Близко Не пролетит Вот он Пытается А пролетит Сохраняет ТВП И Блджей Стрим АВП Выживает Третий Раунд Берут Фьюрия Испорт Соответственно Гратис 10 на 4 Вжухивает Здесь Молодец Очень круто И опять же Это тот Игрок У которого Постоянно Были проблемы С визами Лингейт Постоянно Давайте Так скажем Играли С заменами И из-за этого Тимплей Ну синергия Просто была нарушена И тимплей Просели вообще В халамину Потеряли Вот все свои Топовые Наработки Грубо говоря А теперь Вот он Гратис Вот он Вернулся И пожалуйста Вот он Старается играть Ну кстати У Гратиса Против фейзов Номера Жрэ Как это обычно Бывает Далеко Не летело То что нужно От нас Выходит Арда 3 минуса Без перспективной Для команды Ренигейтс Это 4 Для фури Должен быть Сейчас Ровнехонько Ну и как мы понимаем Если Ленингейтс Залали форсет То у них будет На то что сейчас Остается на руках Это Мак7 И Дигл Ну и второй армор Еще Бонусом Потому что ДжКС выжил Ну Выживет ли Вообще Это еще вопрос Отдельный Ну вот он будет Поставлен на плент И ДжКС ждет Конечно возможность Щелкнуть кого-нибудь И заработать себе Плюс 900 долларов На счет Но пока Как мы видим Этому Не суждено случиться Поскольку вряд ли Кто-то пойдет искать То что осталось На руках Команды Ренингейтс При том что Снайперскую ментовку Ребята выбили И ну Какие-то еще девайсы Искать Ну пусть останется При своем Максэвене Даже при Фомасе Или Эмке Но терять экономику Вряд ли Команда Фурия хочет Потому что у самих денег Денег нет До двух-триста Поэтому сохранить Пять девайсов Это будет вот прям Отличный вариант Не отдавать СГшку Лишний раз Или какой-то калашников Команды Ренингейтс Вот медленно Ровненько идут Ну а Четвертый раунд За командой Фюрия Испортс Жулоска Жулоска Пока что Фурица В принципе набирает Восстепенно раунды Это Хорошая новость Для них Я считаю А то Прошлые Денюки Конечно Прошлые Денюки На этом Турнире Под вопросом Очень сильным Гратис Опять же 10 на 5 10 на 7 арт То есть Гратис в плане Именно фрактатового счета По килом Смертям Все еще Лучше Потому что Смертей меньше Но Это пока Не так важно Макс Эван И тяжелый пистолет Дигл Это все что есть У Ренингейтс Это дабл джей стак Посмотрим Дабл джей стак Может как то и сработает Здесь Правда как мы видим По отдельности Один идет в одну сторону Вторую в вторую сторону Под радио рубку В супер агрессивной позиции Становится ЖКМ Но под макс Эван Позиция идеальная На самом деле Очень вкусно Так что удачи ему Как говорится здесь Арт взрывает ляза В то же самое время На плэн Да походу Фьюри побегут Так что не по джекам Так что ему очень грустно Ну с людьми Пытается Гритисфэкшн раскрутиться Получается ДжКС создать два минуса ДжКС погибает В ответочку От арта ДжКМ последний С своим Акс Эваном Ну будет Сейчас попытаться В спину заходить Правда вы запалили Но теперь уже Нужно ставить плэнт ДжКМ очень больно Погибает от арта 5-5 Команда Фурия Сравнивается по счету Ну и в атаке Берет уже минимум Который Может позволить им Даже со счетом 10-5 Неплохо провести Свой денюк Учитывая что они берут Уже Третий подряд И фактически После счета 4-0 Они отдали только Один раунд Взяв пять Для себя В них Пока все неплохо И по экономике Все хорошо Только Ксрата один Который погиб В прошлом раунде Испытывает некоторые проблемы У него 2100 У Винни Будет в случае чего На бай Но если чего Тиммейты там Под саппортят И дадут в руки То СГ-шку То Калашников И бай Команды Риньки Сейчас не выглядят Особо угрожающим Да Есть пять темок Есть какие-то еще варианты Но мы не видим Дефицитов Мы видим довольно Малый гранат У нас тут взлетает Правда первый фраг От Арта Он не справляется С проемой СГ-шки И вообще там запутался Погиб от Лиаза Ну тут Ушел в мейн Поэтому все Да спокойно Юрий Остреливает Лиаза в ответ Ну 4-4 Правда Юрий битый Битый Все так Да Все таки Забрали ЖКМ Что у него такая позиция была Что оказалось Как будто он сейчас тут Нашьет всех подряд Но нет Гратис в ЖКС Винты Слышны винты Должны быть Хотя Гратис вроде не шумел На самом деле То есть Не Наверное пока не было Слышно То есть Он не быстро поднимался Контролировал Скорость движения Модельки Так что все в порядке Здесь я не прав В итоге Гратис поднимается Бесшумно Закрывает оппонента И ГКС под эту флешку Выходит Собирает Винни Но не сразу Гратис падает Винни есть Точнее Позже прощение ГКС Есть позиция Оппонента На Размене ГКС работает 6-5 Но флешка Шикарная Влетела Да Согласен Винни есть Берут Раунд Для себя Который Они начинали Почти без наличия Ресурсов Вообще Каких-либо Потому что Еле-еле Кое-как Давай Сныбай Да Опять же Никитов Кранты были Только у одного Товарища Где-то там Еще Перемежались Одна флешка Два смока Ну Точнее Две флешки Не смог Разумеется Первая пауза От спитназа Команды Ренегейтс Два фамаса СГшка Мка И для ГКС Вероятнее Будет тоже Какая-то Мочка Опять же Мы не видим СГш Ой Аугов Прошу прощения От защиты Практически Вообще То есть Где-то не появляется Но очень мало Сейчас И Как мы понимаем Для команды Ренегейтса Для многих команд Очень важно Наличие того То что они могут Стрелять без Скоупа С этим Аугом Они уже привыкли А тут Совершенно Другие вещи Разброс Скорострельность Не совсем приятно Работать А в скопе Можно где-то пропустить Да Согласен С тобой Тем временем Точнее у нас в чате Чат превратился В комнату Хейта Саши Симпла Я напомню Для особо Рьяных Любителей Похейтить Саша Это тот человек Который берет Раунды команде Нави В то время Как команда Нави Раунды Не берет Вообще Так что Ну вы поняли Я к чему клоню Если Саша берет Команде Нави 85% раундов Саша может забрать На своих ошибках 10% раундов Просто Потому что он может И Как бы Мы Почти не вправе Ничего Сказать по этому поводу Так как он берет Остальные 85% ЖКМ Тем самым временем Забирает двоих Юрий остается последний В итоге У команды Фьюрия Ну это я в смысле К тому Что это так работает То есть человек Который делает Почти всю работу В команде Нави Тогда как Остальные Пытаются Что-то делать У них вообще Ничего не получается Практически Как бы Такого человека Критиковать Невероятно тяжело Потому что Если его бы не было Ну вы поняли Короче Было бы все Совсем Совсем Иначе Ну и скидывает на него Естественно Всю ответственность С учетом того Что это командная игра Это очень-очень странное решение Не делайте так Пожалуйста Друзья Юрий Заныкался на девятке Ему конечно Авик унести У него есть 7-350 Может дать Два дропа тиммейтам Арт Может приобрести себе Это уже 4 девайса Которые Фьюрия Может использовать Во благо себе И своей команде Пока что у нас Седьмой раунд Для команды не есть Других вариантов Просто-напросто нет Либо какие-то Фраги С чешки Два Хэдшота Снайперская винтовка Достаем Как-то Ну нет Это слишком сказочная Ситуация Ну и тут просто Юрий будет цевиться Ему подставляться Ни в коем случае Нельзя вообще Ну и конечно Семерочка есть Ну вот вопрос Будет ли Фьюрия покупать Мне кажется Что будет Сейчас Они как-то Вот опять же Начали Свои супер Быстрые раунды Не совсем Наверное Правильно Можно было бы Перемежать Это с Какими-то выходами На рампы Которых особо Не было То есть Мы видим Фурия ходит Непосредственно Либо на Аплент Либо на Аплент Все Других вариантов нет Что пытаются По улице гулять Иногда Но очень редко Но под рампы Как-то они даже Вроде один раз вышли Что-то там В кого-то постреляли Но развернулись И рампы Не используют совершенно Это странно Ну что ж 7-5 Пока что У нас здесь И ребята Из команды Ренегейтс Как мы видим Пытаются Не отдать Фурии больше Но у Фурии Есть СГшка Два калаша По 250 И тут Да не очень здорово Для Аблджи И АВП Да На последние деньги То есть Да Тут если Фурийцы Проигрывают А дальше уже Что-то делать Быть сложно Обалдеть Как вообще Артут Перестреливает Ляза Но вот Под имейном Под выходом На имейн Точнее Эта история Произошла Азер вообще Это мог бы погибнуть Очень-очень опасно Здесь он делал Ходил точнее Не первый раз Он там ходит На самом деле Напротив Сквика Здесь как-то Пуле на излете С калаша Его не достало Ну и теперь Опять же Попытка от Виня Прострелить За синими боксами Там никого нет И возможно Ренегейтс Об этом догадывается Что нельзя там Ныкаться особо Может прилететь Очень неприятно А на аквариуме Будет сейчас встречать Команду Фурия Испортс Полетели Молики Которые залетают На одну сторону Рампов И команда Фурия Готова Вот я только что Говорил про рампы Они начали Юзать эту позицию Сейчас конкретно Но тут уже Бригада команды Ренегейтс Юри прилетает Немного дэмэджа В принципе Не критично Но хорошая раскидка Ничего не видно Команде Ренегейтс Сейчас ГКМ будет Опорником Который попытается Уберет Винни с пути Будет ставиться Плент И ГКМ попытается Винни куда-нибудь Сейчас ГКМ убивает Юрия Но бомба уже поставлена Это 4 в 2 Тем временем ГКМ просто ворвался Снес троих А Ксирата Тем временем Вообще в позиции Которые не учитаются Команда Ренегейтс Очень больно Сейчас было Эбл Джею Мог бы отъехать ДжКС гуляет Где-то возле Дверей Но заходить страшно Поскольку Смоук лежит Ну и вот теперь Со всех позиций В скором времени Должны игроки пойти Молик есть Можно выгнать Ксирата с позиции Погибает У нас игрок Атаки Ну и Эбл Джея Последний Смоук залетает И тут же у нас Дефьюз бомбы А Эбл Джея Как ничего не было Убьет игрока И времени Может не хватить Команда Ренегейтс Раунд сейчас проиграет Ой как близко Две секунды Одна секунда Уууу Нет не хватит Не хватит Нет 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 И они взрываются Это шестой для команды Фьюрия Вот так вот Ну вот такая позиция Дефолтно не была Прочекана Там просто Эбл Джейс Заныкался Вжался в угол И убил На Дефьюз Всего бомбу Ну вот как так Ну и такая дистанция была Да что типа Было логично увидеть Где-то раздевалку Или даже Нет ну рампы нет Потому что там был Игрок защиты Как раз таки Это было бы слишком Майнгеймс Типа обойти Вот через все Вот это пространство И выйти в спину Но вот почему Так не прочекали Непонятно тоже Ну вот за это Поплатили за свое Невнимательный сейчас И поставили паузу Говорят команды Ренегейтс Второй и сейчас Есть у них Какие-то средства На бай Небольшие Но все же присутствуют Там Лиас 1750 Грис Вэкшн 3 Пятьсот пятьдесят Закупаются Как в принципе Команда фурия Поскольку уже Дело подходит К окончанию первой половины И особо экономировать Нет смысла Ни один Ни второй Да Все так Семь шесть Интересный раунд От фурия На самом деле Действительно Позиционка интересная Тут вопрос в чате Вот А как Что такое На своих ошибках Может забрать Десять раундов Типа это как Симпл Но в плане В десяти процентах Раундов Например ошибется Сам Восемьдесят пять процентов Соответственно заберет Пять Пять оставшиеся Раздайте Как хотите Такая история Замечательная Арт забирает Ляза ЖКМ Забирает арта На четыре Пока что Здесь игра Фьюри ЖКМ и проходят Сайзер отвечает Блджей Продолжает по гратису Жесткие врывы На самом деле От бразильцев Очень жесткие ЖКС в итоге Пока что последний И это предпоследний раунд И первая половина И денег нет И что-то на атаке Для фурицев Вот против этого Оппонента Уже явно пободрее Ну И так наверное Очевидно Но в любом случае Явно пободрее Чем было Ну как минимум Уже да То есть против команды Наржи они взяли 7 Но хотя и Наржи Команда посерьезнее Чем Рингейс Я думаю что с этим спорить Вряд ли кто-то станет И уже действительно Есть возможность Взять себе 8 За атаку И на своей сильной карте На своей сильной половине Рингейс Передавить И Ну как-то вот попытаться Просто взять И взять Все это Для себя Что у нас там вообще По Это вот я вижу Рингейс Залили для себя Демираж Для фури Демираж Насколько я помню Такая себе карта Поэтому Ну возможно Да что действительно Будет Счет какой-то 2-1 В пользу Одной из команд Вопрос только В чью пользу Это все будет И будет ли вообще 2-1 Может быть там Что-то сейчас Комбэкнете Передникейт Или там Фури Должно две карты Но очень пахнет Тремя Соглашусь И по кайфам Это приматч На самом деле Очень похоже На правду То что В этом матчапе Все-таки Наверное Я Может Сквозить Тремя картами Четыре крига Плюс Калаш От Комбана Фьюри Искорт ЖКМ Убивает Одного Второго Гратис на размене Этого мало Гратиса будут закрывать Он на смене девайс Тем более На смене анимации Лиас падает В последнем Против всех Отлетает Фури И берут Первую половину На атаке На нюке Побеждают В итоге А теперь защита По статистике Более Прибыльная В раундах Половина Соответственно Так что У Фури Есть Все шансы Забрать Видим прямо Все-все-все 8 раундов На атаке Это очень жирно Это прямо Жирно Это прямо Жирный жир Это прямо Как я не знаю Бургер С тремя котлетами Типа Это прямо Разорви лицо Да Это прямо Разорви лицо Так Я хотел еще Посмотреть И посмотрю Внезапно Что вообще У Ренегейтс По Доникузски Они вообще За все это время Играли Играли они против команды Ликвид Проиграли 8-16 Играли они против команды Комплексти Гейминг 6-16-4 выиграли У Колов И проиграли Непам 4-16 На Сидной Все это было В рамках Сидной Про Лиги И Саммита Четвертого То есть вот такие карты Где-то там Да Комплексти Возможно команда Также не лучшего порядка И сейчас тоже В том числе Опять-таки Поэтому Даже Дайте я посмотрю Не за три месяца Допустим за год У них там была А не больше карт Собственно говоря 5 карт А не 3 Програли команде Астралис Выиграли команду Энс На Емко Трис 2019-го года На Майн квалификациях То есть 5 карт За последние 12 месяцев Как вы думаете Это много Я думаю Я думаю Что нет И при том Что у них Сильная сторона КТ Знаешь Насколько Сильная сторона КТ Ну 81% Жесть Черт Против 19 Ну почти 19% За атаку То есть В атаке Их вообще нет Вообще нет Ну в смысле И на защите Они прямо Как ангелы Короче Смерти летают Это вот так Называется Типа 7 раундов Они Насмертили На команду Фурия А что делать дальше Я понимаю Что у Гриннгейтс Не знаю Что-то жестко Что-то прям Ну слушай Ну интересно Вот я бы сказал Ну Ну фурийцы Ну ладно Ну смотри Вот тут Есть Как мы видим Да у них шанс Это опять же Нижняя сетка А так как у нас Немножко долговато Здесь пауза между половинами Из того что я вижу Давайте-ка пройдемся По тому что вообще Происходит В принципе У нас здесь Во-первых Классный турнир На 300 тысяч долларов С прайс пулом Очень жирные команды Да приехали То есть прямо Самый вот сок Контрстрайка Компетитивного Киберспортивного Вот все здесь Ликвид против Натус Винцер Играют например Прямо сейчас Это у нас верхняя сетка Группы А Фейс Энерджи Верхняя сетка Группы А Это матчап следующий Мауспорт ждут Соответственно В этой группе Того кто отлетит И Ренегейтс Фьюри У нас в этой же группе Вот дальше Опять же никто не прошел Потому что Вот как раз будем смотреть У нас бортс Как вы знаете Уже прошли По поводу группы Б Чуть позже я обращусь Потому что Гратис Уже погиб от Эйбл Джея Фьюрия Отлично начинают За пистолетку ЖК Им да пытаются отвечать В смысле у него получается На юсп меня Сразу же отлетает После этого от Эйбл Джея Моментально просто Эйбл Джея Че-то круто Да Эйбл Джея Тут прям Коронит людей Надежды команды Ренегейтс Бомба ставится Но есть дефюс Китая и смок У команды Фурия в Вине Встречает ЖКС И погибает игрок Атаки Там еще информация По второму появляется Где Ляс Флэшечка Но как-то Все равно Была команда Фурия Потому что Не убедили За полкилометра На Зер встречается Срата Погибает игрок На защиту Эйбл Джея Находят еще и Зера Это уже трипл килл Для игрока Защита Ну и должны Парным выпадом Сейчас убивать Эйбл Джея Квадра килл Ну и конечно Это браво Просто На Фуриц Который Взял да и Размягчил Косте И тушку Игроков Атаки Фактически Не убил только одного А всех просто Тру Да Это реально Что-то расстрелялся На пистолетке Группа Б Дорогие друзья Верхняя сетка Астралис Фнатик Матчап Нипы Героик Уже готовый Матчап Завтра Это все будет Насколько я знаю Уже не сегодня Интересно Кстати говоря Некоторые из этого Точно интересно Не по херой Очень интересно Будет посмотреть Нижняя сетка Беги и мебры Понятно От кого отлетели Понятно Куда скатились Виталити Энс В нижней сетке Прикинь Бестов 3 Вот это Шпилка вообще Да Вот Одни из фаворитов Этого турнира Отлетят В нижней сетке Прикольно Ну в смысле Два фаворита По факту Один из фаворитов Да Ну в смысле Один из фаворитов Матча в нижней сетке Двух фаворитов Вот так Да Ну типа того Да То есть жесть Жесть та еще Господи просто Ну что На втором ряде Ренегады Как вы видите С тремя тяжелыми пистолетами Калшем и Кригом Против них Винни играет С крокодилом Причем крокодил Такой расцветки Что прям реально Короче крокодил Я крокодил Крокожу И буду крокодить Ну он какой-то Такой знаешь Как будто Нефть Или там Топливо Какой-то Расплескалось Это типа вот Такой всплыл Это стандартный крокодил Вот если бы я был крокодилом Я был таким Фиолетово-зеленым Фиолетовым Да А даже середины Юрий Юрий убивает людей Сильно-сильно Ангар работает Это правда Джекейс падает Отвинь Ага Крокодил-крокодит Окей АЗР АЗР падает Около раздевалки АЗР падает На аутсайде Около красного Опять ноль Закрывается Это если что Форс был То есть игра Сейчас на КЖ Тренигейтс Отсутствуем денег Полу-короче Полу-туда Полу-сюда Типа полу-форс раунд В итоге Ренегады Не совсем Могут сейчас Сработать нормально Это означает Что какой-то Эк-раунд Под какие-то Дефолтные Недефолтные Пистики Надо проводить Этим они И будут заниматься Юрий Минус 2 Жестко ЖКС Еще получает По хп Никто пока не погиб У команды Фьюрия Винни Ну что-то Винни вот здесь Развели на самом деле Типа стрейфы Неплохие АЗР Бомбу поставить Молодец То что Бомбу поставил Прям реально молодец То есть по факту Эк-раунд сыграл Ну полностью Потому что на эк-раунде Обычно вы Ничего не можете сделать Против вторых арморов И девайсов И просто тупо Отлетаете Но Тут при отлете Был поставлен пакет Так что прям Ну хорошо Единственная проблема Для ренегейтс Это то что Фурия Взяли уже 11 И они еще На сильной половине И ну то есть Все вот Собрать параметры Все параметры Против ренегейтс Сейчас Для них это Сложно Про статистику Команды ренегейтс На данюке И фурия Которые Являются Фаворитом В рамках данного Данной карты Потому что Ну по матчу Тут 50-50 Мы знаем с тобой Примерно форму команды Фурия Мы с тобой давно Не видели команды ренегейтс Поэтому что-то Сказать ренегейтс Сложновато Да Вот только по матчу Можно более-менее Что говорить Но там они проиграли Поэтому Как-то вот так Юрий пропускает От игроков атаки Абсолютно всех Ждут его Юрий запутался В смоках Но будет сейчас Спинку забирать Нет По-моему он там Способ раньше времени Не точно Погибает Арт от АЗР Оксирата Вместе с тиммейтами Начинает двигаться В направлении Как раз таки Сигрита И Ой Неприятно Прилетела Винни Который решил Подсмотреть А кто же там В лобби Собственно Ящики красные Вскрывает АЗР Вместе с товарищами Ну в туннелях Террористы Да и не только в туннеле ЖКС мы вообще-то Видим в лобби Где-то верхний этаж Так что тут Довольно приятно Для Ренегейтса Они буквально везде Есть То есть люльки Разомыкающие Почти на всех позициях Важных И Юрия Например Спускаться вниз Как мы видим Не особо как Вообще Таксират последний Ух Ренегейтс Неплохо Прямо широкая 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 атака По всем Основным позициям Причем Потом С товарищем Который остается Чтобы закрыть Отходы Ну или точнее Приходы Оппонента Под тот вектор атаки Через который Вы бежали То есть закрыть Типа люрк Который замыкает Вас сзади Круто Прям Ну не то что свежо Но прям хорошо Как надо сработано Да И Ксирата будет выживать С учетом того Что Ксирата будет выживать То что у Винни Нет особо денег Не имеет никакого значения Потому что ему раскинут А у остальных деньги есть То есть это будет все равно Бай От команды Фьюрия и Спорт Более того Это трофейный Криг Для Ксирата А Фьюрия на нюке Криги очень-очень Катирует И очень любит В принципе Так что Топовый девайс Типа для топовой команды Ну в смысле Топовый девайс Для команды Которая топово играет С этим девайсом На нюке Вот так вот А то я вот тут Оговорился для топовой команды И вот это вот Я что-то попридержал бы пока А то Не знаю Из-за контрактов Юрия сейчас еще скатятся На топ-15 мест Будем горевать Потом все вместе Ну надеюсь что Это не произойдет У нас будет Две тестовые команды Из Бразилии Ну конечно же Мибр И команда Фурия и Спорт Хочется все-таки Чтобы Множество команд Из разных ребенок Появали друг с другом Более-менее на равных Кондициях И вот такие Перформансы Случались как с командой Фурия Которые там Всех удивили И просто Взорвали наше Вражение Юрий убивает Джекэма Тут снайперская Винтовка от Арта Запускает он Тиммейта в двери Ну и Сейчас Ксератов Вместе с ним Попытается Нет, не попытается Пропушить дальше Просто Ну такой Ближний чек Позиции Градисфекшн На красном Будет смотреть Снайпербокс Где никого нет Сейчас в наличии Но Есть Юрий Который находится На КТ-спауне И будет смотреть Проход команды Ренегейтс На девятку Ну или вообще Где-то по улице Вот он Ляс И возможно Сейчас Ляс Чекнет Чекнет Нет Это был Джейк Хороший кроссфайр Кстати, организовали Игроки защиты Сейчас Ну вот Азер Крудется Кстати, очень камотно Действует Он подозревает Что где-то очень может быть Близко Оппонент И вот на перестрелке И кстати, Азер выигрывает В этой перестрелке Против Юрия Который спалился Первым выстрелом Но не смог Попасть в голову Соответственно Убить игрока Хотя, есть они Только если на Б-планте Абл-Джей на девятке А Ждет захода на девятку А Кого-нибудь из своих оппонентов А тем самым временем Гратис отстреливает оппонента Винни, правда Кресса, проходится Под флешку Ляс Под флешку Азера Врывается Убирает Абл-Джей Ксиратус Винни Остается вдвоем Флешка есть А вы прям на сухой Выпадете А зачем? Ну они моли кинули Думали, что все, хватит Ну нормальная тема Гратис Ну, Гратис, давай Ой, как больно А тебя видят Да, ты отлетаешь Ты отлетаешь Династры раунд За командой Фьюри И Ксиратус Триплкил А флешки были? Вот я не заметил Но на плент Каким-то не были Только молик Не, не, не Не был Курятник Молик, да А пока не без флешки Так что вот вопрос Че на сухую Там мы закончились Кстати, не знаю Ну и правда Тоже не заметил Тоже не заметил Ну Ну-ну А что там у нас? 4-5 там у нас, да? Натус Винцеры против Ликвид Пока что по Скорботу Симпл? Да-да, Симпл Ну да Три фрага Симпл Короче, как обычно И они таким образом Рангерут А предыдущий раунд Два фрага Симпл Ага, окей Ну так оно и работает И короче Опять два фрага Симпл И никто больше ничего не сделал Потом опять один фраг Симпл И никто больше ничего не сделал О, Бумыч Круто Бумыч включился Элик местам О, Бумыч Круто Да, круто Окей, ладно Что-то кто-то старается На верпасе делать И это хорошо 8-12, дорогие друзья Вернемся к нашей здесь истории Опять калашей Что это такое ЖКМ? По Юрке проходится Жесткий ЖКМ Скала работает походу И сразу бросает скалу В таком случае это чистый Эпен фраг для команды Ринни Гейтс Да, хороший безответный минус Для Бринни Гейтс Но вот это большинство Нужно сейчас как-то вынести Но не так, как это сделал ЖКМ На ЖКС Но с тем временем Начинает движение В направлении уже улицы Он пробрался через винты И будет заходить за спину Кому-нибудь А здесь у нас есть игрок Защиты Это Арт Который сейчас Вероятнее всего погибнет Но вот Красавица Если там все случится Да, погибает Арт И снова большинство Для команды Бринни Гейтс Но тут Юмпик Уэбл Джей Как-то не внушает Доверия особого Хотя сейчас Вот Был близок К фрагу Эбл Джей Но Попал по голове Но не более того Ксарата Ждет кратисфэкшн Кратисфэкшн Открывается на улице Но нужно сайвить То, что имеется у Фурии Потому что денег нет Вообще Если Ксарата и Винни выживут То, наверное, даже раздропают Хотя бы Ксарата Потому что Две 100 есть Будет 3 500 Можно будет дать эмочку И Ляук Ляук, да И, в общем-то Три девайса Попытаться Винни еще отстреливает Чуваков Хотя бы, чтобы Экономика так и не росла Сама по себе Еще и Авикс Вообще великолепно Да, согласен Ренегейтс Берут девятый Уже Как мы видим Не, для ребят неплохо Небольшая интрига Наверное, да Здесь сохраняется GKS 2600 Но тоже нет резонного Ренегейтс Идти за оппонентами На самом деле Денег особо тоже нет То есть тут близкие раунды И экономически типа тяжело И той команде И этой команде Выходит, что так Ну что ж Дораскидают 3 500 3400 Киньте два девайса Угу Так и происходит 300-300 То есть У нас М-ка получается Да, да, да АВП кидает арту АУК есть Калаш трофей Классно Бай Ну на последние деньги Ясно, понятно Но гранатки есть Дофюшки-то есть АВП есть Все вообще прям Супер приятно Пять бомбардирских Калашей от команды Ренегейтс Какие-то ранние тайминги Будут ли использованы На Радиорубку Рампы, например Но нет Джекес остановился Кинул молик Ему сразу Прилетела флешка В лицо Да, пока так Живем, работаем Без Быстрого фрага Для команды Ренегейтс Ну и сами Собственно Не подставились Поэтому еще Можно жить И дружить Друг с другом Смог на Мейн От команды Ренегейтс Ну а Ксерата Ждет Игроков Входящих Из пристройки Пока что Никто не суется Ну и соответственно У Ксерата Позиция хорошая Нужно чтобы Еще тиммейты Байтили на себя Тогда будет вообще Просто все великолепно Вот он Винни Который прощакал с собой И увидел Алиаза Ну и позицию Поменял Потому что Ну там Может и молик Прилететь внезапно Какой-то барстрел И ты можешь не уйти Поэтому действия От игрока защиты Были предельно Ясны и правильны Но нужно теперь Дождаться Выхода от команды Ренегейтс Поскольку сейчас У Фурии Не так много раскидок Остается Арт Щелкает джкм Есть опенфраг И второй Также прислает Еще сюда Азер Щелкает Юрия В ответ И тут же пошли У нас разменчики Артекс Рата для снайпера Это уже трипл килл Грэтифэкшн Получает просто в почку Просылом через стену Арт Славчик Как же он вычитал Вообще здесь Эблджей Но не справился с ним Ай-яй-яй Какой молодец Вот это Гратис Прямо Вы посмотрите на него Просто Ну понятно 16-16 Тут наверное Особой Выделяемости нет 19-12 Джеки Джеки Сыграет Но вы просто Вы посмотрите На этого чувака Как же На самом деле Классно Оренгейтс Вот Пытаются Да Под него играть 19 Почему 19 17 флешированных людей И от Гратиса Жестко вообще Жестко 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 Друзья Погнали дальше Арт Вместе с товарищами Ксират Эти Джеки Сыграл Че-то Джеки Сыграл Не получилось 23 раунда Мы смотрим На карте Данюк Два Калаша Дигл Чешечка Уренгейтс Больше нету Ничего Угу Ну это уже Два Девайса Был еще В GKS Но там Как-то По-моему Ксирата Просто Запушил Игрока Атаки И Вынес Для себя 2600 Еще и Калашников Тут На Свинни Сражается Убирает Ляза Юрий Пошел Давить Дальше Арчелк Это Зеро Хорошая работа Снайпер команды Фурия Но и тут Юрий Уже будет Засходить За спиной Команде На Ренегейтс Которые Вероятнее В таком Тайминге Никого Не будут Неплохая Флешка Влетает От Атаки Но это Неважно Поскольку Погибает И Гратис Фэкшн И Джеки М14 Раунд Для команды Фурия У команды Ренегейтс Денег нет И Для Фурия Возможно Выход На 15 Соответственно На маппоинт На собственной Карте И Дальше На вражеский Дэймираж Который Сейчас Обращусь Потому что Очень интересно Как там Ребятки У нас Боют Так Освежить Собственным Я понимаю Что для Ренегейтс Это Чуть ли не Лучшая Карта Но Для Фурия Статистика Плюс-минус Такая же 13 Карта Против 15 И Процент Выигрыша Отличается На 2 Процента 62 Против 60 В пользу Команды Фурия Но по картам Ренегейтс Поинтереснее Да и Ренегейтс Всегда оппоненты Посерьезнее Чем у Фурии Но будем Откровенны Поэтому Опыт им Хоть Отнимаем Арт Челкает Русь ГКС Там Арт Уже Вырвался Очень далеко Впереди Вперед По Фраг Лидерству Еще один Фраг От него Юрий Также Помогает Вот они Фурия Которых Мы вроде бы И ждали Но опять же Как будет На вражеской карте Это вопрос Другой АЗР Айблджей Закрывает Арт Гратис Закрывает АЗР Последний В итоге Последний В итоге Ну что ж АЗР Чпонь Не-не Че там Чпонь Арт 4 килла Но 10 против Не совсем Сильного бая Команды Индейц Маппойн Для команды Фьюрия И 9-15 Счет В итоге Да То есть 6-5 6 Да 6 же 6 6 6 Да Подушек безопасности Есть у команды Фьюрия Я бы сказал Достаточно Если вы играете На сильной половине То есть прям Валом вообще Суши Сушки Не хочу Да Еще дело в том Что у Фьюрии В случае чего Есть денежка На следующий раунд Если проиграете Сейчас Смотри Юрка 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 Ты смотри Что делай Ты смотри Просто Это что Вы творите Это просто Влетай В столько Режь людей Я не знаю Что они делают Там Просто как Ниндзя Подсмотрел В кино Я не знаю Что вообще Происходит GKS Арта Забрал Внезапно 3 на 3 Был Джей Закрывает Туннели Там пока Никого Пока Никого нет Есть варианты Что там Кто-то Будет А где Те самые Варианты Это 3 в 3 Для команд Тут у нас Конечно Арт и Юри Подворвались Очень Очень серьезно Подворвались Они конечно Свои там В свою лепту Внесли И Ренгейт Явно были Ошарашены Таким Врывчиком Внезапно В смоки Что там Друг за друга Зашел Кого-то не заметил И что-то по серебе Не пошло Хотя там Могли Фурия Похоронить В частности Это был По-моему Юрий Как раз таки На который Мог ворваться Чуть-чуть Попозже Бонн зашел В эти самые смоки Мог бы там Двое спины закрыть И на этом Никаких разменов Не было Ничего подобного А тем временем Ренгейт Хитрые бобры Решили зайти В поддевяточную И здесь Найти для себя Какую-то удачу Ну и GKS Будет заходить Либо через двери А может быть Даже не через двери А игроки Атаки пойдут Вообще Под базу B Сейчас Вместе с GKS И мы Командой Вот они пробрались Прочекали для себя Позиции И что касается Диффенса Мы сейчас видим Двое опорников На базе А И где-то тусуется Эбл Джей Возле дверей На аквариум Перемещает свое зрение И будет встречать С игроков команды Ренгейтс Которые вот-вот Сейчас пойдут Полетели молики И Эбл Джей Одного раз Забрал второго Был блин Говорят Но вот смоки помешали Грати С не ставят бомбу Если что Если бы даже Азер Выживал Не было бы Времени на бомбу То есть Ситуация не Тягабельная Была сейчас Фурия выигрывает Данюк со счетом 16-9 Вот так